Привет! В этом видео мы поговорим о четвертом сезоне Emily in Paris. Первую часть сезона я уже посмотрела и подготовила для вас разбор крутой лексики. В этом видео будет очень много полезных выражений, поэтому устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем с первого видео-примера. Здесь вам нужно будет обратить внимание на фразу Keep each other posted. Попробуйте догадаться о значении. Смотрим. Эмили говорит То есть я знаю, насколько вы заботитесь о Камиле, и я тоже о ней беспокоюсь. Давайте держать друг друга в курсе дела. Наша фраза Keep each other posted означает держать кого-то в курсе. Это очень полезная фраза в ежедневном общении, и, возможно, вы слышали синоним этой фразы Keep me in the picture, keep me in the loop, keep me up to date. Напишите в комментариях, если знали какие-либо из этих фраз. А мы переходим к следующему видео-примеру. Здесь нас интересует фраза Get under my skin. I hate that his tail gets under my skin like this. То есть я терпеть не могу, что он все еще задевает меня таким образом. Get under someone's skin означает действовать на нервы, раздражать или задевать кого-то побольнее. Я приведу еще один пример с этой фразой. Little things have been getting under my skin lately. В последнее время меня раздражают всякие мелочи. А наше следующее идиомо это Keep up appearances. Если вы уже слышали эту фразу и знаете значение, это хорошо. Но давайте посмотрим пример. Габриэль узнает, откуда Эмили собирается, но он не может пойти на презентацию и говорит То есть ни при каких обстоятельствах он не может оставить ресторан. Ему нужно соблюдать приличия ради звезды Мишлен. Наша фраза Keep up appearances. Соблюдать приличия, создавать видимость или делать вид. Еще один пример с этой фразой. Хотя они не были богаты, они создавали видимость, покупая много дорогих вещей. Мы переходим к следующему примеру и попробуйте догадаться о том, что значит фраза Make it up to you. Смотрим. Николас говорит, что Минди для него очень много значит и он хочет загладить вину перед ней. To make it up to someone означает загладить вину перед кем-то. Если вы что-то натворили или поссорились с кем-то, то чтобы помириться, вам очень пригодится эта фраза. В следующем видео мы услышим разговор про то, что в каждой, даже не самой хорошей ситуации, можно найти что-то положительное. В ситуации, которая произошла между Эмили и Ками, Минди пытается найти что-то положительное и говорит То есть я просто стараюсь найти что-то положительное. Но Эмили отвечает То есть здесь нечего искать, здесь нет ничего хорошего. Silver lining это своего рода надежда на что-то положительное, даже не в очень хорошей ситуации. То есть как будто сквозь тучи мы видим луч солнца. Видим что-то положительное. У нас есть пословица нет худа без добра. Так вот, по-английски это будет И мы продолжим смотреть этот диалог, потому что там есть еще кое-что интересное. Эмили говорит То есть Габриэль это вообще не вариант, а Алфи меня игнорит, то есть вообще пропал. Поэтому я просто буду трудиться и целиком и полностью сконцентрируюсь на работе. Put or get my head down это целиком и полностью сконцентрироваться и погрузиться в работу. Направить все свои усилия на что-то. Кстати, если проверять значение этой фразы в переводчике, то скорее всего вы увидите буквальный перевод. Хотя это современный английский и эту фразу часто используют немного в переносном значении. Когда вы направляете все усилия на выполнение какой-либо задачи или погружаетесь полностью в проект, в работу, эта фраза будет очень кстати. И если вы обратили внимание, в конце видео Минди говорит пока с помощью Ну это прям такой очень сленговый вариант слова пока. А в следующем видеопримере будет фраза, которую вы, возможно, знаете. В переводе это пойти на что-то или согласиться на что-то. Если у вас есть догадки, это хорошо. Хорошо, и давайте посмотрим пример. Эмили предлагает компанию с безалкогольными напитками, но Камиль говорит, что спасибо, конечно, но я не думаю, что мои родители пойдут на это. Конкретно в этом примере мы переведем go for it, как пойти на что-то или согласиться на что-то. Но также есть перевод дерзай или действуй. Если у тебя есть цель, действуй. И если у вас все еще есть сомнения, стоит ли изучать иностранные языки, я вам точно скажу go for it. То есть дерзайте, действуйте. А мы переходим к следующему видеопримеру. Здесь будет фраза for a change. Смотрим. Габриэль не может смотреть на то, как Эмили готовит, и он пытается взять сковороду в свои руки, но Эмили против. И она говорит То есть перестань, просто позволь кому-то другому приготовить что-то для тебя, для разнообразия. Когда вы хотите как-то разнообразить рутину, сделать что-то по-другому, вы можете сказать Попробуй заняться плаванием для разнообразия. Сейчас на экране вы видите все фразы, которые мы сегодня разобрали. А продолжение разбора смотрите во второй части видео. И не забудьте подписаться.